Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. И мы сейчас поговорим действительно о теме, которые обращались не раз за время пандемии. Возникали такие угрожающие статистические данные о том, что оказавшись все-таки в, может быть, в тяжелых экономических условиях, в замкнутом пространстве, на самоизоляции, очень часто всеми вспыхивают конфликты, и уровень домашнего насилия значительно превышает допандемийные показатели. Почему это происходит? В чем это выражается? Какими, может быть, методами мы можем с этим бороться? Об этих всех проблемах мы поговорим с руководителем команды специалистов и практикующим социальным работником с Ириной Мазурико. Здравствуйте. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Здравствуйте, Ирина. В конце прошлого года, буквально в последние дни декабря 2021-го стало известно об очередном случае. Госполиция начала ведомственную проверку о предполагаемом насилии в отношениях между двумя творческими людьми, театральным продюсером и искусствоведом. Об этом стало известно после того, как девушка, продюсер Кейт Гитцевича опубликовала фотографию, в общем-то, с ссадинами, ушибами, с синяками на лице, в социальных сетях, пожаловалась на своего партнера. Это, безусловно, правильный и смелый шаг, но скажите, пожалуйста, насколько частые подобные случаи или все-таки в Латвии жертвы домашнего насилия предпочитают замалчивать эту проблему и бояться, и тем самым усугубляют проблему? Да, я соглашусь с тем, что в Латвии недостаточно много говорят об этой проблеме. И это очень комплексная ситуация в том плане, что пострадавшие испытывают такую большую гамму чувств, стыд, вину, не понимают, кто причина в этой ситуации, потому что агрессоры, как правило, перекладывают ответственность себя на пострадавшую, и поэтому она не понимает, каким образом решить проблему, она стыдится как-то выйти публично или даже родственникам своим рассказать. И по статистике, по такому последнему крупному исследованию, в Латвии каждая третья женщина хотя бы раз в жизни страдала от физического или сексуального насилия от партнера. Насколько вообще в обществе отношение общества к этой ситуации? Поскольку ведь в традиционных, так назовем их, обществах считается, что вторжение в семейную жизнь вообще неприемлемо для общества, и что это внутреннее дело семьи, в котором она должна сама разобраться. И сколько вот таких случаев, когда, может быть, известно, что за стеной происходит какое-то выяснение отношений, или там чуть ли не в публичном пространстве, но тем не менее боятся люди вмешаться и как-то устранить этот конфликт? Я в этой сфере где-то около восьми лет, и могу сравнить с тем, что было раньше и что сейчас. И виден очень большой прогресс в том плане, что мы получаем больше звонков от именно близких людей, от соседей, которые спрашивают, как им поступить, если они стали свидетелями такой ситуации. Больше людей в публичном пространстве признается в том, что они страдают от насилия, и таким образом они помогают тем, кто молчит, тоже набраться смелости и обратиться за помощью и решать этот вопрос. Но в то же время до сих пор мы наблюдаем, что насилие любит тишину, что пострадавшие стесняются, и люди, которые рядом это наблюдают, предпочитают не вмешиваться все-таки. То есть проблема замалчивания, она есть. Она гораздо меньше, чем, скажем, 10-20 лет назад, существенно меньше, но она до сих пор актуальна. Ну, скажем, за прошлый год какое количество обращений поступило именно в Центр Марта с этой темой? Мы в прошлом году оказали услуги 291 пострадавшему. Это я говорю о рижском фериале сейчас. В Центре Марта три фериала, еще в Резекне и в Лепае, и если мы говорим о всех, то это будет более 400 человек. Но это те именно, кто согласились прийти хотя бы на одну консультацию, потому что именно звонков было гораздо больше, и если мы сравниваем количество звонков, обращений сейчас и до пандемии, то оно увеличилось примерно на 40%. Ничего себе. И то количество людей, которым мы оказываем помощь, оно примерно на треть. Больше мы уже физически не можем, потому что мы очень большое внимание уделяем и тому, чтобы специалисты могли работать, не выгорали, потому что эта тема все-таки, она берет очень много ресурсов. А в чем причина вот действительно такого роста, как вы считаете? Частично вы уже сказали в начале, потому что вирус как таковой, это неизвестность, это страх. И он играет на нашем самом главном инстинкте, инстинкте самосохранения. То есть, когда все это началось, большинство еще не понимало, что это такое, какой риск умереть мне, какой риск умереть моим близким, как я должен себя защищать, чтобы не заболеть. Это один момент. Второй момент — это экономическая нестабильность. Для нашего мозга, который любит комфорт и спокойствие, нестабильность и неизвестность — это самый большой страх. Потеряю ли я работу? Уменьшит ли мне зарплату? Сможем ли мы в семье, условно говоря, делить один компьютер на всех? Кто будет помогать ребенку с домашними заданиями? Все эти вопросы навалились на людей разом. И если мы, например, сравниваем человека с такой пружинкой, то пружина, в принципе, нестабильна, но когда ее давят, 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 она в один момент взорвется. И вот люди, которые склонны к агрессии, к контролю, они вот как такая пружинка, на которую надавили со всех сторон, потом закрыли дома, и, естественно, на начальника в ответ человек не может накричать, и он всю агрессию, всю злость выражает на тех, кто с ним рядом. И, как правило, это жена и дети. Что происходит дальше после обращения? Я напомню, мы беседуем с Ириной Мазурикой, руководителем команды специалистов и практикующим социальным работникам из центра «Марта». Вот позвонили вам, предположим, дама позвонила, обратилась с жалобой. Что происходит? Какие консультации психологические? Обращение в полицию? Помощь в составлении искового заявления, возможно? Когда человек звонит нам, то звонок принимает администратор. Администратор у нас компетентно знает разные организации, которые существуют в Латвии, которые могут помочь с какими-то вопросами. И в процессе обсуждения проблемы она может предложить записать к нашему социальному работнику или перенаправить в какую-то другую организацию, если она видит, что это не совсем наш профиль. Социальный работник у нас как такой главный направляющий, распределяющий человек. В нашей команде есть юристы и психологи. Психологи, соответственно, помогают справиться с психологической травмой, понять, что происходит, уменьшить чувство стыда и вины. Юристы, соответственно, помогают оформлять временную защиту от насилия, разводы, запрашивать алименты. Ну, такие классические юридические вопросы. Составить также иск в полицию. Вообще проконсультировать о том, как проходит уголовный процесс, что нужно будет от пострадавшего в этом процессе. Оформить компенсацию, если таковая возможно. И социальный работник, получается, на первой встрече обсуждает, что за ситуация, какая нужна помощь, кто нужен из наших специалистов. И потом, ну, как такой семейный врач, направляет к разным профильным специалистам, которые все находятся у нас в центре Марта. И можно получать помощь либо на месте, либо удаленно. Сейчас мы большую часть оказываем именно удаленные услуги. Евгения, вот у меня сразу вопрос. Всегда ли вот этот конфликт, то, что одна из сторон обратилась к вам за помощью, означает неизбежный запуск расставания, ну, то есть, вот, бракоразводного процесса? Или, возможно, все-таки пройти вот какой-то, ну, не знаю, курс управления гневом, как вот их называют, и стараться склеить эту разбитую чашку? Угу. Наша политика в отношении этой темы такая, что мы не принимаем, во-первых, решения за пострадавшего. Мы предлагаем возможности, мы моделируем будущее, то есть смотрим, как развивались отношения до нынешнего момента, что происходит сейчас, и, соответственно, что, как она думает, как это будет развиваться дальше. Как правило, если обе стороны никак не решают вопрос, если агрессор не считает себя виноватым, а перекладывает вину на пострадавшую, на алкоголь, на начальство, еще на что-то, то очень маловероятно, что ситуация разрешится каким-то положительным способом. В Латвии есть услуга, как вы сказали, управления гневом, она называется уменьшение агрессивного поведения, ну, так, если дословный перевод. И агрессоры могут обращаться в определенную организацию или в социальную службу по месту жительства и получить такую услугу, где будет либо групповая, либо индивидуальная работа с психологом для того, чтобы понять, в чем причины, как это уменьшить. Но здесь ключевой фактор — это что он осознает проблему, что он готов ее решать, что он видит последствия, и он понимает, что я виноват в том, что происходит. Не она меня провоцировала, а я так поступаю по каким-то определенным причинам. И вот в этом загвоздка, потому что в основном они не видят своей ответственности, виноват кто угодно, но только не они сами. И вопрос эффективности такой программы, он, соответственно, очень отличается в зависимости от того, насколько мотивирован этот человек. И если в Латвии у нас это, допустим, 10 встреч, то в Норвегии у наших партнеров 2 года человек занимается по такой программе. То есть, ну, гарантий нет, но пробовать можно. И мы, когда к нам приходит человек, мы рассказываем все варианты, и дальше пострадавшая сама решает, остается она с нами или еще подумает, и какое вообще решение ситуации она видит. Вот, Ирина, в принципе, вот мы всегда, когда говорим о домашнем насилии, возникает стереотип, что это обычно малокультурная, малообразованная, ну, есть проблемная семья, там, где с низким уровнем образования, клада, там, и неквалифицированные. А вот эта ситуация сейчас, вот она поменяла что-то, потому что мы видим, что происходит, и вроде бы, казалось бы, в интеллигентных, с виду, как бы, люди, получившие там несколько высших образований, тем не менее, вот они могут проявлять такую же агрессию? Это не только сейчас, это было всегда. Один из мифов в том, что это только там, скажем, с проблемами алкоголя, у низших слоев населения и вот все такое. Я разговаривала с сотрудниками полиции, и они говорят, что их профиль, да, они выезжают на вызовы, и там в 80% случаев будет алкоголь присутствовать. Если мы смотрим на тех, кто обращается к нам за помощью, то это немного другая категория людей. Это чаще всего женщины со средним или высшим образованием, с детьми, с работой. Это мужчины также с образованием. Это отдельная категория, например, мужчины на таких высоких достаточно позициях. То есть нельзя сказать, что насилие характерно только определенному слою населения или определенному типу людей. По внешнему виду никогда нельзя узнать, что творится у человека дома. Я напомню, мы беседуем с Ириной Мазурик, руководителем команды специалистов, социальным работником центра «Марта». Скажите, пожалуйста, насколько часты случаи... Ну, немножко хочется повернуть ситуацию по другим углам, рассмотреть. Используется ли обращение к вам? Вы понимаете, что позвонил человек, он явно хочет шантажировать своего партнера. Что, возможно, явное преувеличение трагедийности восприятия происходящего и просто повод пожаловаться на него и как-то, ну, с позволения сказать, подставить. Ну, не секрет, что есть звонки от детей на телефон доверия просто по какому-то ничтожному поводу, а потом включается весь этот механизм, и специальные службы социальные обязаны отреагировать, а потом выясняется, что просто, ну, условно, лишние конфеты не дали. Джонни Депп с Эмбер Хёрд, вот та же самая, ну, знаменитая пара, где, ну, Джонни Депп утверждает, что, да, вот она хотела с ним развестись и использовала... Кстати, это хороший пример для еще одного моего вопроса. Ну, давайте про шантаж. Да, бывают такие ситуации, где мы подозреваем, ну, не то что шантаж, но это часто ситуации, когда, например, активная стадия развода, и решают родители, где будет жить ребенок. И если мы видим, ну, какие-то у нас подозрения закрадываются, то у нас есть как бы фильтр, да, у нас есть администратор, который проводит вот этот телефонный звонок, и у нас есть очень компетентные соцработники, у которых есть определенные признаки, по которым можно отличить. Это конфликт в семье, где они просто не могут договориться, или же это именно насилие, где есть власть, контроль, угрозы и так далее. То есть мы, если мы видим, что это больше просто конфликт, что там развод, что там ребенок, и две стороны, условно говоря, равны и просто борются, то мы перенаправляем их в сиротский суд или в социальную службу. К нам попадают, и у нас остаются получать помощь те, где изначально у агрессора более властная позиция, где он контролирует, где он угрожает, где у пострадавшей есть страх и какие-то последствия для ее жизни и здоровья. И то, что вот Олег мне напомнил один вопрос по поводу того, что это звездная пара, а там же как раз Джонни Депп утверждает, что насилие проявлялось в отношении него. То есть я понимаю, название Центра Марта предполагает как бы все-таки определенный гендер, на кого рассчитана ваша помощь. Тем не менее, известно ли вам о росте возможного насилия в отношении мужчин? По тем же самым причинам. Исторически Центр Марта действительно работал именно с женщинами. Где-то, по-моему, около 2017 года у нас был ребрендинг. Плюс мы оказываем услугу государственную, которая не делит по гендерному признаку. К нам обращаются пострадавшие мужчины в том числе, и могут обращаться слушатели, которые сейчас видят в этом необходимость. Мы работаем как с женщинами, так и мужчинами. Статистически исследования мировые говорят, что основной процент, около 95 пострадавших женщин в такой ситуации, 5 примерно процентов мужчин. Но опять-таки эти 5 процентов есть, и они тоже имеют право получить помощь. Конкретного роста мы не наблюдаем. То есть мужчины к нам обращаются примерно, ну, не знаю, 2-5 человек в год. Ну, вы сказали, 5 процентов случаев примерно. Да. И мужчины в основном получают у нас помощь в связи с трудовой эксплуатацией. Ага. Ирина, за время вашего ответа мы вывели звонок из эфира с вопросом или с какой-то репликой. Доброе утро. Доброе утро, мы вас слушаем. Да, доброе утро. Что-то какая-то дискриминация, да, в одну сторону. Ну, я понимаю, да. Ну, вот это как раз на эту тему. Да, спасибо. Вот, собственно, один представитель из тех 5 процентов, видимо, и позвонил. Кстати, предположу, что сейчас могло прозвучать что-то обесценивающее эту ситуацию. И один из факторов обесценивания – это то, что называется victim shaming. Насколько он распространен в латвийском обществе, и меняется ли как-то ситуация. Ну, то есть, victim shaming, поясню, это прежде всего обвинение жертвы. Ну, сама виновата. Напросилась. Он достаточно распространен, да, и это можно очень хорошо наблюдать в комментариях к каким-то публичным новостям, касающимся любого вида насилия. Есть, потому что, ну, всегда найдется человек, который скажет, а что она сделала, почему это произошло. И это показывает в корне неправильное понимание проблемы насилия как таковой, потому что изначально нет такого, что кто-то провоцирует. Да, могут быть триггерные ситуации, но ответственность за то, как решается конфликт, какие способы применяются, они всегда на том, кто совершает насилие. Вот у меня сразу вопрос, что считается насилием, то есть обязательно ли должно быть физическое насилие, или, например, когда человек агрессивно кричит, швыряет вещи, посуду, там смахивает со стола всё, это, ну, чтобы запугать, подавить жертву, или говорить о том, что я не дам тебе денег, ты никто, ты вообще без меня пропадёшь, и вот вызывает это вот чувство зависимости. Мы смотрим на разные факторы. Кому из слушателей интересно узнать об этом больше, у нас как раз недавно была публикация на нашем фейсбуке, их конференция на тему эмоционального насилия и как отличить простой конфликт от эмоционального насилия, можете зайти посмотреть, оно там в закреплённых. Если в двух словах, сохраняя эфирное время, то в конфликте две стороны равны. Обе могут высказаться, мнение каждой стороны учитывается, и интерес их найти какое-то общее решение. Если мы смотрим на насилие, то там изначально одна сторона как бы более высоко себя чувствует, более важным, навязывает своё мнение, не слушает мнение второй стороны, считает, что у него больше привилегий, запугивает. И очень важно посмотреть на то, что ощущают обе стороны. В конфликте они могут злиться, быть недовольны, но в случае насилия пострадавшая сторона будет чувствовать страх, вину, стыд и изменение в личности, когда это происходит уже на более долгий период времени. То есть вот такая запуганность, беспомощность появляется, и мы в процессе разговора все эти моменты уточняем, и тогда понимаем, конфликт это или именно насилие. Ирина, у нас закончилось эфирное время, буквально несколько секунд. Куда обращаться в случае каких-то сомнительных, или действительно уже когда дело доходит до трагедии? Если трагедия и угроза жизни, то это однозначно полиция. Сразу и как можно скорее, либо медики, чтобы зафиксировать, что произошло. Если это, например, произошло уже какое-то время назад, то можно обращаться к нам в центр Марта. Наши контакты на marta.lv можно найти. И также есть телефон помощи пострадавшим от любого вида насилия или преступлений. И также кризисный центр «Скаубас», который оказывает телефонную кризисную помощь круглосуточно. Огромное спасибо. Мы благодарим Ирину Мазурику, руководителя команды специалистов и практикующего социального работника центра Марта. Говорили о домашнем насилии, о его недопустимости, о том, что не надо стесняться и лучше обратиться за помощью вовремя. Ирина, еще раз спасибо. Всего доброго. С Новым годом. До свидания. Спасибо. Все хорошо.